Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня расскажу про АПНГ, то есть Animated PNG. Не стал бы делать отдельное видео, мы все привыкли к GIF, но, например, в сигнал нельзя добавить стикеры в GIF и мне стало интересно, что за формат, как делать и в чем отличие. Вообще он мало где используется, хотя на рынке уже более десяти лет. Раньше его не поддерживал практически ни один браузер, но время идет и на сегодня поддержку он не получил только от любимого интернет-эксплорера. В кавычках ли слово любимые решайте сами. Сейчас этот формат активно используется в среде iOS и в сигнале, как я уже сказал, он вытеснил GIF. Ну то есть поддержку, я думаю, он будет привлекать и дальше, но победить великий GIF у него получится еще не скоро. В чем же преимущество этого формата? А в том, что в отличие от GIF он использует намного больше цветов, поэтому анимация идет без потери цвета, а также у него 8-битная прозрачность, за счет этого он работает практически без фона, а это значит, что весить он может меньше GIF. Пока я это все рассказываю, мне удалось скачать для экспериментов одну GIF и один анимированный PNG. Давайте зайдем на сайт yesgif.com, это бесплатный онлайн-сервис для создания и редактирования GIF анимации и тут есть функция сплит, с помощью которой мы можем разбить анимированной картинки на кадры. Выбираем нашу картинку, загружаем. Она показывает исходный размер, разрешение и сколько кадров содержит анимация. Разбиваем. Отлично, скачиваем архив. Так, давайте, чтобы далеко не ходить, зайдем во вкладку apng и тут выберем вкладку GIF в apng. Нажимаем выбрать файл, выбираем нашу GIF, которую я скачал в начале ролика, загружаем. Она у нас весит 614 килобайт. Конвертируем ее в apng и получаем 484 килобайта без потери в качестве. То есть это 25 процентов экономии веса. Немного, но зачем платить больше, как говорилось, по-моему, в какой-то рекламе. Так, идем дальше. Теперь будем собирать нашу анимешку. Распаковываем архив. Возвращаемся на сайт и переходим во вкладку apng. Вот тут мы загружаем нашу анимешку. Кстати, максимальное количество картинок для загрузки 2000, а максимальный объем файла 5 мегабайт. Так что фильм тут сконвертировать не выйдет. Загрузили. Видим, что можно менять такой параметр, как дилей. Это задержка между кадрами. Я поставлю 6, а то будет сильно тормозить картинка. Жмем создать apng. Супер. Вот наша png гифка. Она весит 684 килобайт. Открою ее в новом окне, чтобы потом визуально сравнить с гифкой. Создаем гифку. Вкладка gif maker. Принцип тот же. Выбираем картинки. Загружаем. Ставим задержку 6. Создаем. На выходе получаем 776 килобайт. Тут, кстати, меньше 25 процентов получилось. Открываем в новом окне. Смотрим png. А теперь гиф. Визуально никаких перемен. То есть при одинаковом качестве мы получили анимацию меньшего объема. Не буду рассказывать подробно про yesgif, но я думаю вы уже заметили, что гиф и png здесь можно делать как из набора кадров, так и из видео. С этим разберетесь сами или сделаю еще один скринкаст, если не разберетесь. А мы скачаем программу a png anime maker, с помощью которой можно также создавать анимированный png. Сразу оговорюсь, что yesgif мне нравится больше, но может кому-то нужно обрабатывать картинки без подключения к интернету. Распаковываем, запускаем. Она простенькая. Нажимаем open. Выбираем нужные картинки. Эта программа работает только с форматом bmp, png, jpeg. Выставляем задержку. Тут можно ставить в миллисекундах или в зависимости от фпс, то есть от кадров в секунду. Поставлю 30 кадров в секунду, это 33 миллисекунды. Сохраняю. Наша картинка весит 1,95 мегабайта. Кидаем картинку в браузер. Так как обычная галерея Windows не видит анимированной png, она отобразит только первый кадр. Все работает. Только надо сделать задержку больше, но это вы уж сами поколдуете с настройками, благо их там совсем немного. Кстати объем файла можно уменьшить с помощью оптимизации, но у меня не получилось так же хорошо как на ESGIF. Может у вас выйдет лучше. Вот такой формат. Область применения как у GIF. Кроме сигнал, честно говоря, не встречал программы приложений, которые требуют именно apng. Но в любом случае полезно знать, что такое есть и как с этим обращаться. Все любите друг друга, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.